Женщина, выходя из машины, выронила сотовый телефон. Пропажу обнаружила не сразу. Какое-то время даже надеялась, что с ней свяжется тот, кто найдет потерю. Но после случившегося, по ее словам, она уже не верит в человеческую порядочность, полагаясь исключительно на высокий профессионализм полицейских. При просмотре камер наблюдения видно, как потерянный телефон подбирает один из посетителей супермаркета и направляется к своей машине. Какой механизм действия у законопослушного человека, если он находит какую-то утерянную вещь? В случае, если человек нашел сотовый телефон, к примеру, на улице, то необходимо сообщить либо в полицию. Если он сотовый телефон нашел, к примеру, на территории торгового центра, на территории заправки, то необходимо обратиться к администратору, либо в службу безопасности того учреждения, где он обнаружил этот сотовый телефон. Знал ли мужчина об этом? Теперь вопрос исключительно риторический. Конечно, люди знают и надеются на то, что к ответственности они привлечены не будут. В данном случае с телефоном также уголовный кодекс трактует о том, что это кража, то есть тайные хищения чужого имущества. Еще один довольно распространенный способ снятия денег с потерянной кем-то банковской карты. Так перед соблазном не устояла 52-летняя жительница Гагаринского района, оплатившая найденной на улице карты ряд покупок на сумму около 4 тысяч рублей. Теперь она тоже фигурантка уголовного дела. В случае, если человек нашел на улице утерянную банковскую карту и пошел в магазин города Саратова и оплатил дели иные покупки, которые он посчитал нужным купить, то закон трактует это как кража с расчетного счета с использованием как раз-таки банковской карты, что предусматривает ответственность по статье 158, часть 3, пункт ГУК РФ. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.